13 часов и 9 минут столица Приволжья, мы продолжаем наше дневное вещание и прямо сейчас приглашаю вас на наш сайт nannradio.info, включайте онлайн видеотрансляцию, у нас здесь в студии гости на Большой Печорской 33, может подъезжать, если едете вдруг мимо Ну и соответственно сфотографироваться со спортивными звездами Нижнего Новгорода У нас в гостях защитник баскетбольного клуба Нижний Новгород, Макс Григорьев, Макс, привет! Привет, Антон! Привет тебе! И пресс-аташи баскетбольного клуба Нижний Новгород, Володь Спивак, Володь, привет! Привет! Всем привет! Соответственно, 25 августа на календаре остаются какие-то считанные недели, да, до старта вообще баскетбольных турниров Поскольку мы тут за эфиром выяснили, что их будет сразу несколько, причем, казалось бы, первая игра на выезде 4 октября, да, это единая лига ВТБ Это такой стабильный, конкретный турнир, который проходит баскетбольный клуб Нижний Новгород с новыми надеждами, с новыми веями, чаяниями Но до этого момента состоится еще пара турниров Вот давайте тогда подробнее, с каким настроением мы подходим к нашему традиционному чемпионату России Единая Лига ВТБ? Это к Максу вопрос! Макс, давай, с каким настроением за всю команду сейчас? С отличным настроением, все готовимся, тренируемся, и некоторые ребята сейчас в сборной готовятся к чемпионату Европы Которые стартуют 5 сентября А за лето вообще удалось отдохнуть, вот так, Макс? Вот просто отдохнуть, вот ничего не делать, месяц-полтора, я не знаю, там, лежать с коктейлем где-нибудь на жалких пляжах Не, месяц-полтора это слишком долго отдыхать, но пару недель с семьей провел, конечно, отдых был И, соответственно, когда вы начали готовиться к турниру, вот сколько времени вы уже занимаетесь? Ну, сейчас, наверное, идет вторая неделя подготовки именно с командой И еще я был в тренировочном лагере где-то в середине лета, тренировался Еще и отдельно для себя, да? Да Это было круто 5 сентября чемпионат Европы стартует, то есть сколько во времени он будет длиться? Это есть ли в этом подготовка к единой лиге ВТБ? Какие ставки? Ну, сборная России участвует все-таки, несмотря на некоторые проблемы, которые были Там даже отстраняли нашу сборную чемпионата Европы, да Она все же пробилась всеми правдами и неправдами на чемпионат Европы 5 сентября стартует, там, в этом году в четырех странах аж проводится чемпионат Европы Наша группа во Франции, потом плей-офф во Франции С большой вероятностью в окончательную заявку сборной России попадут два игрока нашего клуба Это капитан Семен Антонов, защитник Дмитрий Хвостов И сейчас вместе со сборной на сборах и в товарищеских матчах принимает участие защитник Не боюсь этого слова, гордость всего Нижнего Новгорода Потому что он Нижегородец Евгений Бабурин И мы также надеемся, что он попадет в окончательный состав сборной России по баскетболу Володь, последний чемпионат Европы для сборной России, как закончился, просто напомню Очень плохо и грустно Это было два года назад в Словении Макс, я насколько помню, ты там в сборах участвовал, да? Не попал в окончательную заявку Да, да, да Ну, не знаю, из-за того ли это, что не было Макса Макс просто не было, наверняка, да В другой причине, но все было довольно плохо Всего одну игру наша команда выиграла Закончила чемпионат там за пределами двадцатки И самое обидное было, что это было на следующий год после Олимпиады в Лондоне Где наша сборная провела потрясающий турнир и выиграла бронзу олимпийскую Великое абсолютно достижение Какая цель для БКНН на этот сезон? Какие амбициозные планы у руководства, у главного тренера команды? Ну, наверное, будет лучше спросить у главного тренера Я надеюсь, что перед стартом сезона он появится и в этой студии в том числе Просто он по совместительству является главным тренером сборной Латвии И сейчас готовится со своей сборной Готовит свою сборную, так И как раз одна из групп чемпионата Европы, один из групповых этапов пройдет в Латвии То есть это большое событие для Айнарса Богацкиса, нашего главного тренера Я думаю, что цель выступить не хуже, чем в прошлом сезоне Мы заняли четвертое место в единой лиге ВТБ Проиграли в полуфинале будущему победителю ЦСКА Очень здорово выступили в Евролиге Вышли в первый же сезон в ТОП-16 Цель, наверное, выступить, опять же, не хуже Попытаться вернуться в Евролигу В этом году мы будем играть в Еврокубке Это второй по значимости турнир Но у нас очень сильная группа Я думаю, что наши болельщики, по большому счету, и не заметят разницы в уровне соперников Тоже будут очень интересные игры, на которые мы всех приглашаем Вот здесь вопрос будет к Максу Макс, защитник, 25 лет, родился в Санкт-Петербурге Последние 9 лет провел на юге России Играл сначала в Ростове, потом в Краснодаре за Локомотив В прошлом году был капитаном команды Считался и считается одним из самых талантливых российских игроков Но никогда не был на лидирующих ролях в Лока При этом главный тренер Айнер Богацкес делает на тебя ставку И говорит о том, что ты будешь такой надеждой всей нашей команды И всех наших болельщиков, о которых сейчас и начал говорить, соответственно, Володя Какие, вот вспоминая игру с ЦСКА, да, есть ли какой-то разбор по этой команде Есть ли нацеленность на то, чтобы обыгрывать ЦСКА Вот такие планы были на сборах, там, не знаю, на встречах Ну, у меня, как у игрока, наверное, вообще я всех соперников как по возможности надо обыгрывать И я считаю, что целями должны быть победы во всех турнирах Какими бы, какой команда не была и какими бы не были соперниками А там уже по максимуму отыграв можно видеть результаты Слушай, ну ЦСКА, просто у них слишком много трофеев По-пам, пора двигать, как бы, да, эту команду Вот каким образом будем двигать? Есть какие-то, есть же, должны быть какие-то, извините, места, Хелесова питает и команды Где их можно, соответственно, обыграть Ну, конечно, есть, но лучше пора о них не рассказывать Не будем? Потому что... На самом деле, Макс, как никто другой, знает о слабых местах ЦСКА В прошлом году, в самом начале сезона, он, ну, как говорят, чуть ли не в одиночку обыграл ЦСКА В составе Локомотива, набрав 20... Сколько очков, Макс? 20 очков, даже сам не помню Ладно, Макс скромный парень, но это была абсолютно выдающаяся игра в его исполнении И он обратил внимание очень многих людей на себя в самом начале прошлого сезона Ну, зато, и после чего приехал в Нижний Новгород Да? Как тебе Нижний Новгород? Нравится Пока вот последние дни начала погода радовать, конечно Слушай, за баскетбольным клубом Нижний Новгород, я знаю, следит очень много девчонок Женат? Женат Женат, девчонки, извините, но Был ли ты на кастинге группы поддержки Нэнгиллс? Нет, не присутствовал Будешь подглядывать уже непосредственно на матч, да? Только жене не говорите Ладно, не будем так ЦСКА ничего не рассказывать, жене ничего не рассказывать Но главное, ребята, приходите, потому что первая игра на выезде у них будет 4 октября, а первая игра дома? 11 октября с финской командой Байзенс Но в конце сентября будет традиционный турнир Кубок Нестерова или какие-то товарищеские игры в Нижнем Новгороде Обязательно следите за нашим сайтом, в наших странических социальных сетях Мы появимся, сможем показаться нашим болельщикам до старта официального единой лиги ВТБ Ну что, спасибо большое, что заехали к нам Вам удачи, безусловно, тебе, Макс, удачи Давай вливайся в коллектив Потому что у нас здесь, по-моему, насколько я помню, по играм предыдущего года, предыдущего сезона Атмосфера абсолютно добрая, открытая и легкая Здесь остается только просто играть, играть на победу и отстаивать честь нашего клуба БК Нижний Новгород Спасибо вам, что зашли Ну и, соответственно, я уверен, что еще и встретимся Конечно, приглашаем всех 29 августа, в субботу, на площадь Минина и Пожарского На финал чемпионата России по стритболу Это будет очень большое событие, глобальный спортивный праздник На котором будет очень много известных людей и много развлечений для любых болельщиков В эти выходные на площадь Минина В субботу Да, в субботу, с 11 часов, по-моему, стартуется эта акция С 10 часов начинаются игры массового турнира Но это будет проходить весь день, в любое время дня Подходите на площадь Минина и вы не пожалеете Игроки баскетбольного клуба Нижний Новгород будут? Конечно, конечно Планируется автограф-сессия в полном составе В субботу не уезжаем из Нижнего Новгорода все на площадь Минина Спасибо вам, у нас в гостях были представители баскетбольного клуба Нижний Новгород Это защитник БК НН Макс Макс, 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 Макс Григорьев И пресс-ташебок баскетбольного клуба Нижний Новгород Володя Спивак Оставайтесь с нами, мы в курсе всего, что происходит в Нижнем Наша Нижегородская НН-Радио НН-Радио Продолжение следует... Продолжение следует...